Контейнерная площадка возле 16-го дома во втором микрорайоне. Достаточно большой участок, обустроенный и огороженный в соответствии с нормами Санпина. Однако, возле самой площадки огромная куча мусора. Мы на сегодняшний день не обслуживаем этот жилфонд. Жилфонд этот на сегодняшний день обслуживает управляющая компания «Уютный город». Но возникла проблема. С июня месяца не вывозится мусор управляющей компанией. Почему так получилось, я не знаю. Но мы вновь помогаем жителям. И вновь я выделяю технику и увозим этот мусор. Мусор разный. Здесь и коробки из подразличных продуктов от предпринимателей торгового центра «Барсуковский». И бумаги Барсуковского НГДУ. И коммунальные отходы от жильцов близлежащих общежитий. Мы отвечаем за контейнерную площадку. В контейнерной площадке у нас чисто. Кто-то вырубает деревья, скидывает туда. Мы деревья в этом районе в этом году не убирали. Происходит так называемая кристаллизация. Где грязно, туда и бросают. Вот и приходится Эко-техпрому в очередной раз вывозить скопившийся во втором микрорайоне мусор. Хотя, согласно заключенным договорам, компания обслуживает не все объекты, расположенные в этом районе. Не все юридические лица и индивидуальные предприниматели заключили с нами договора на вывоз и складирование отходов. Северный привоз у нас имеет свою контейнерную площадку. Мы оттуда забираем мусор. Автодорсервис у нас, который рядышком находится, имеет свой договор. Он самостоятельно осуществляет транспортировку отходов на территорию полигона. У индивидуальных предпринимателей, это такие, как Барсуковский, у нас заключено два договора с Оптимой и с Катруком. К ним мы подъезжаем и в пакетах забираем мусор именно непосредственно, как говорится, из рук в руки. Откуда появилась такая куча мусора, коммунальщики не знают. Уверены сотрудники Эко-техпрома только в том, что убирать мусор с этой территории приехали в последний раз. И далее будут действовать только в соответствии с заключенными договорами. У нас с уютным городом были договорные отношения. Мы осуществляли транспортировку отходов с их объектов. Но 6 июня 2015 года у нас договорные отношения прекратились. Они осуществляют транспортировку отходов самостоятельно. Образовалась большая задолженность. Более 2 миллионов рублей. Сейчас у нас в городе 4, а то и 5 управляющих компаний считают СЖ. Ну и, соответственно, у семьи нет дитя без глазу. Однако проблему появления мусорных куч в микрорайонах нужно решать. Здесь коммунальщики видят только один выход. Нужно делать сообща город чище. Нужно собираться вместе на собрания какие-либо. И сообща выявлять те районы, в которых катастрофически происходит засорение мусором и отходами из организации. Реальная ответственность граждан и юридических лиц за незаключение договоров на вывоз мусора должна, по мнению специалистов, помочь решить проблему. Ведь все должны понимать, что только путем совместных усилий и желания сделать город чистым и уютным мы сможем добиться видимого результата. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Александр Анфимов. Новости Губкинского.